Всем привет! Меня зовут Толк Найван Хоцин на канале, где я рассказываю о своей жизни в Южной Корее и не только. И спустя очень долгое время мой камбэк на канал состоялся. Сегодня я поделюсь с вами историей о том, как я встретила Джексона и Марка из God7. И также поделюсь с вами советами о том, как же вы сможете встретить айдолов на улицах Кореи. И если вам интересно, то поехали! Итак, как же я встретила Джексона и Марка на улицах Кореи? Это было года два или даже может быть три года назад. Мы с моей подругой Даяной просто решили прогуляться по знаменитой корейской улице, называется Абгуджон Родел. Кстати, это один из моих советов обязательно погулять на этой улице, потому что там находится очень-очень много ресторанов и кофейн, и кафешек, и литсульчипов. В который почему-то, я не знаю, почему часто ходят знаменитости. И именно там есть очень-очень большая вероятность встретить айдола. Так вот, мы с Даяной просто ходили, и мимо нас прошли двое парней. И на тот момент мы с Даяной смотрели Руммейт, вторую, кажется, часть, где как раз снимался Джексон. И мы с Даяной сразу его узнали. И, кстати, на тот момент мы не знали, кто такой Марк. Это ужасно плохо. Потому что, когда мы подошли к ним, мы разговаривали только с Джексоном. В смысле, мы просто, мы тупо, мы, короче, побежали к ним, как фанатки какие-то бешеные. Хотя, на самом деле, мы не прямо там фанатки ГАД СЕМЕН, да, но это, знаете, чисто такая кей-поп фанатская любовь, да, мне кажется, вы меня сейчас понимаете. И мы побежали сразу за ними, подошли к Джексону и сказали, о, господи, вы Джексон из ГАД СЕМЕН, да? Он такой, типа, а, да, типа, hi, guys. И он с нами так мило поговорил, это было очень мило. Он спросил, откуда мы, мы сказали, что мы из Казахстана. А он сказал, что он был в Казахстане, представляете? Он сказал, что когда-то давно он занимался фехтованием, и они ездили в Казахстан на competition. И он даже знает одно слово на русском языке, он знает слово давай. И он нам это сказал, он дал нам пять, и сказал давай. Это было так мило, но самое ужасное все это время, просто Марк стоял тупо рядом, как бы нет, он даже отошел немножечко от нас, и просто так стоял, типа, ну, меня не узнали. И только потом мы прогуглили, кто такие ГАД СЕМЕН, посмотрели, что там еще есть, оказывается, участник Марк. И нам стало очень стыдно. И знаете, по сей день прошло три года, или сколько, может, два года, я не знаю. И до сих пор мне ужасно стыдно за это, за то, что мы вот так вот не узнали Марка. Это была моя короткая история о том, как мы встретили айдолов. На самом деле я очень часто видела айдолов, и сейчас я вам расскажу, каким именно образом вы можете их встретить. Потому что я знаю, что у очень многих людей, которые ездят в Корею, цель именно встретить айдола. И это неплохая цель, это очень даже хорошая цель, особенно, когда вы можете это сделать. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Первое. Гуляйте по улицам, где очень часто их можно встретить. Например, вот тот же Апку Джон Радео, или просто Апку Джон на Канами их часто можно встретить. Также их можно встретить на Хонде. В смысле, не прям встретить, как мы их встретили Джексона, да, а просто, как бы, они там могут давать какие-нибудь концерты, или они могут быть там в ресторане, в кофейне. Второе место, где вы можете встретить айдолов, это всякие андеграунд-клубы, где часто рэперы дают выступления. В основном это начинающие рэперы, но если среди вас есть фанаты таких шоу, как Шоу Медомани, или что-то там, Хайскул Рэп, что-то, что-то, извините, я не знаю это название, но оно будет здесь, да, то очень часто такие вот айдолы начинают именно оттуда. Или же, если вы знаете группу Хёка, то они тоже начинали именно с Хонде. Вообще на Хонде очень часто выступают группы, особенно когда у них промоушен, и если эти группы не особо знаменитые, да, то там очень часто выступают группы. Кстати, даже наши 91 выступали тоже на Хонде. Так, третий способ увидеть айдолов, и он самый, наверное, распространённый, это просто стоять около их агентств. Например, когда я первый раз приехала в Корею в далёком 2013 году, я пошла в SM Entertainment, постояла там, честное слово, я постояла там буквально минут 15, и за это время вышли EXO, вышли именно мои любимые на тот момент участники, Лухан, Крис и Тао, все, кто ушёл, да, вот, они втроём вышли, они сели внутрь машины, и они очень долго стояли, просто, как бы, машина стояла, все фанаты вокруг стояли, да, и видели их, то есть я была с ними буквально, не знаю, метров 10, да, и это было очень классно, и как бы там не было такого, да, там ходят менеджеры, вас избивают, как это часто пишут в всяких пабликах, на самом деле всё было очень мирно, спокойно, они вышли, всем нам помахали, это было очень мило, и просто сидели спокойно в машине, никто из фанатов там ники пешевал, ничего не делал, это было реально классно, так что советую вам походить по агентствам, и как бы их все адреса есть в интернете, в свободу пользования, и в принципе вы можете это сделать. И вот точно так же я стояла около YG, и на тот момент была программа Win Who Is Next, что-то, что-то, где соревновались между собой Team A и Team B, нынешние это Winner и Icon, и на тот момент я не смотрела это шоу, но мы стояли там около YG, приехала машина, оттуда вы вышли Winner, и понимаете, я только сейчас думаю, типа, блин, я же так сильно обожаю, просто всем сердцем, всей своей душой я обожаю Winner'ов, и я их увидела своими глазами, но я на тот момент не знала, кто это, я их просто пофоткала, если я найду эти фотки, я сюда их прицеплю, и также я засветилась в эпизоде этого шоу, они там снимали, типа, как раз фанатов, которые стоят аутсайд, и я там стою, и моя тетя, когда смотрела это шоу, да, моя тетя смотрит корейский шоу, да, моя тетя, когда смотрела это шоу, она мне скинет скрин и пишет, Алтынай, это ты, я такая, чё? Если я найду этот скрин, я вам так же и сюда его вставлю, вот, поэтому, видите, очень большая вероятность того, что вы можете встретить айдола, если вы будете сидеть просто около их интертейментов, допустим, если вы будете сидеть около JYP, то там есть кофейня Dunkin' Donuts прямо напротив, и когда я первый раз приехала в Корею, я на тот момент была капец дикой фанаткой кей-попа, я просто каждый вечер почти сидела около JYP, хотя на самом деле я не особо фанат JYP, да, но это было очень близко к моему отелю, и там был Dunkin' Donuts, вот, и я видела точно кого-то из GOT7 тоже, вот прямо это стопроцентная информация, да, но я не знала, кто это на тот момент, но это точно был кто-то из GOT7, потому что фанаты тогда, что типа, ааа, можно, опа, опа, и они там бежали за ним и всё такое. Четвёртый способ будет самый затратный, наверное, но если среди вас есть люди, у которых есть деньги ходить на концерты, на фан-митинги, на фан-сайны, то обязательно воспользуйтесь им, потому что это самый лёгкий способ увидеть айдола, просто купить билет на концерт, и тадам, вы увидите айдола, или же попасть на фан-сайн, но для этого вам нужно будет купить определённое количество дисков этого айдола, то есть для этого тоже нужны какие-то деньги, вот. Или же вы можете записываться как волонтёры на различные концерты, в основном это устраивают всякие организации, которые помогают иностранцам побольше узнать о культуре Кореи и так далее, и они очень часто устраивают бесплатные, вот реально бесплатные концерты для иностранцев, или же они берут иностранцев как волонтёров, чтобы вы там помогали стаффу и всё такое, и вы сможете даже вот буквально вот так вот близко, вблизь увидеть своего любимого айдола, вот. Также где ещё вы можете увидеть своих айдолов, это, конечно же, всякие music banging, kick ayo, там, и остальные музыкальные программы, и честно, я никогда не была на таких программах, но я знаю, что их можно выиграть, можно выиграть билеты, если вы пройдёте по официальным сайтам, я даже как-то, по-моему, раза три или четыре пыталась выиграть, у меня не получилось, но я уверена, что тот, кто захочет, он это получит, и если вы реально очень сильно этого хотите, то мне кажется, что вы сможете выиграть билет. Вот, и это было всё, надеюсь, что это видео было для вас полезным, оставляйте внизу в комментариях, какого бы айдола вы бы хотели увидеть, и также оставляйте в комментариях, если вы уже видели айдолы, и как вы это сделали, и знаете ли вы ещё какие-нибудь лайфхаки, как увидеть айдола. Ждите моих новых видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите мне за много комментариев, подписывайтесь на мой инстаграм, там, кстати, осталось два дня до окончания моего конкурса, где вы сможете выиграть альбом BTS, или постеры 101, или же стикеры Blackpink, или же письмо от меня, или же бесплатную рекламу в сториз, так что подписывайтесь на мой инстаграм и участвуйте в конкурсе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok